Просто скажи, что ты ожидаешь от поединка? Я знаю, что бой... Давайте только единственное, что мы там не было, чтобы мы до боя не испортили ситуацию. Поединок этот... Ну, немножко, как бы... Не знаю, гордость, правильно я насколок? Мы очень рады, что на нашей площадке удалось его сделать, в моей серии, потому что многие хотели, но не у всех получилось. Вот, скажем так, в течение двух лет люди субберсерами взяли увидеться, друг с другом встретятся, и вот, наконец, получился. Итак, что ты ожидаешь от прийти? Расскажи свое мнение, ну, вообще об этом будет. Ну, чего сказать, я... Гадать не буду. Два года я его ждал, предлагал. По концовке он меня вообще заблокировал. Поэтому... Последняя встреча у меня была в Самаре, МТЛ-арена. И... Я не скажу, что это... Такой вот почва, такая национальная, я ни в коем случае, но... В МТЛ-арене, я помню, мы с тобой прям жестким таким взглядом друг друга встретили. И мы с тобой не раз нам пересекались. Я тебе там предложил, давай мы зайдем сейчас туда, после моего погиба, которому поражение одно было. Я сказал, я даже готов с тобой еще раз, в тот же день, подраться. И ты что сказал? Сейчас мы узнаем. Нет, нет, он сказал, придет твое время. Ты говоришь? Ну, твои слова. Мое время пришло, и твое носило. Завтра. Я этот, кстати, я ему... Ну, я не скажу, что бы сказал, Александр, чисто армянский персиковый сок для тебя приготовил. И йогу нежные. Кстати, тоже армянский. Молодец. Ну, чтобы он завтра окрел. Красавчик. Да. Ничего такого же нету. Да, попьешь сейчас после конференции, я тебе перенаду лично. Окей? Готовься. Этот пресс у тебя будет самый тяжелый. Рафрик, готовься. Я сразу же пойду, хочу, что он тебе, как я понял, приготовил тебе сок и йогурт, что ты ему приготовил, вкусного, армянского такого, чтобы он тоже, может быть, почувствовал, что на меня. Спасибо. Он же предложил организовать. Нужно у него что-то приготовить. Я ему уступлю право, разговаривать до октагона, до октагона я буду разговаривать. Поэтому я тебе говорил, что твое время придет, оно пришло. Оно тебя завтра достигнет. Раф, а ты как вот, у тебя тоже получается, давно собирались подразтыка, как в кайдинку, а то еще сейчас? Я вот вообще отец на самом деле по-праздничному. Я не думал, что он вообще прилетит в Армению. Поэтому для меня это праздник. Я кайфую, короче, с этого. А дальше пусть он развлекает. Пусть он развлекает, мне нравится это все. В актагоне буду я развлекать. Поэтому всему свое время, я тебе говорил, час придет, буквально, сколько осталось было? 24 часа осталось. Ты не нервничай, городу там, не нервничай, все нормально будет. Я надеюсь, на самом деле, что ты достойную оппозицию немножечко окажешь. Поэтому мы с тобой зарубимся, а смерть нас не разручит. Я ни в коем случае не хочу его там унизить или оскорбить, но если вдруг, который вот сейчас присутствует, наши ребята, если кто вдруг захочет настроить у себя в машинах русское радио, вот, пожалуйста. Вот он говорит, как русское радио, я не знаю, чем это. Завтра будет мой праздник, Рафаэль. Завтра. А позже завтра может быть твой. Может, там, через месяц еще. Дай, еще. Дай, дай. Я надеюсь, все камеры вот здесь только есть, они все пишут, да, Рэй? Все будет нормально. А остаться на летном. Каждый на своем. Молодцы. Отлично. Каждый на своем. Каждый на своем. Это была любимая пытка Бормана, кстати говоря. Каждый стоял на своем. Это очень важный момент. Все, я думаю, пора заканчивать нашу битву взгляда. Так что, интровизированную пресс-конференцию. Спасибо парням. Я надеюсь, завтра действительно в летний будет праздник. 8.00. В концертном зале 2. Спасибо. Спасибо.